Итак, мы сегодня в гостях у доктора-травматолога, ортопеда и иммунального терапевта Нурлана Ибрагимова. И здравствуйте, Нурлан. Предлагаю поговорить о том, что беспокоит, наверное, каждого человека, начиная с определенного возраста, особенно у большинства сидячей работы, это боли в спине. Вот расскажите, каким образом можно от них избавиться и вообще возможно ли? Так, ну основные пациенты, которые обращаются ко мне, это как травматолог ортопеда, это, естественно, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, как мануальный терапевт, это чаще всего проблемы спины. Пациенты обращаются, как правило, ну из-за сидячего образа жизни, вот, это офисная работа и многие другие смежные специальности. Лучше всего, конечно, когда пациент обращается, когда не сильно болит спина, можно сказать, даже в мерах профилактики, когда острые боли чаще всего используются и медикаментозные терапии. Вот, допустим, если сидячая работа, офисные работники или там индустрия красоты, девушки, которые постоянно корпят над красотой других девушек, у них забиваются сильно мышцы, начинаются боли, вот они приходят к вам в кабинет, чем вы можете им помочь? Ну, как правило, все начинается с осмотра, с опроса пациента, как давно у него болит спина, вот, и после непосредственно того, как мы пропальпировали спину, уже можем понять, как и с чем работать. Как правило, чаще обращаются с мышечными спазмами, это, как сказать, ну, самая любимая моя работа, потому что, как правило, не требуется уже медикаментозная терапия, аппаратно расслабляются мышцы, а дальше уже работается непосредственно руками манипулироваться на суставы. А теперь вот вопрос, допустим, я точно знаю, что вы даете еще меры профилактики, которые обязательно самим дома выполнять, чтобы, скажем так, отсрочить следующий прием к вам. Вот какие можно дома несложные манипуляции выполнять, чтобы снять основное напряжение со спины? Ну, тут достаточно банальные меры профилактики, это гимнастика, хотя бы через день, я говорю пациентам. Есть специальные корсеты, но это, как правило, уже если острый болевой процесс. Ну, и есть специальные валики, где можно делать самомассаж, и многие другие. Ну, то есть, это такие прям нехитрые методы, которые реально облегчат, скажем так, симптомы? Конечно. Основная проблема заключается в том, что практически больше 60% боли в спине выявляется при пальпации. Далее, эта боль, которая с триггерных точек, может отдавать и в грудной отдел позвоночника, и в голову. И чаще пациенты думают, что у них болит только голова, хотя проблемы выявляются в шейном отделе позвоночника. Также чаще путают пациенты и кардиальные боли. Думают, что у них болит сердце, но при нехитрых манипуляциях уже можно будет понять, что в данном случае все-таки это спина. То есть, спина может не сама спина болеть, а именно симптоматика в других частях? Ну, как правило, мышцы, связки, фасции, вот непосредственно с этим я работаю. Все взаимосвязано. Ну, может быть, парочку продемонстрируем методов, с которыми вы работаете. Вот с типичным пациентом, типичная, допустим, мастер маникюра, которая пришла к вам, у нее ее скрючило, и что вы с ней тут сделаете, чтобы облегчить ее страдания? Ну, можно продемонстрировать. Ну, в данной ситуации мы чувствуем, что чуть-чуть мышца спазмирована в области шеи. Сейчас мы чуть-чуть расслабим и будем непосредственно манипулировать. Так, вдохни, выдыхай. Вдохни, выдыхай. Я жива. Не дожди. Ну, в другую. Сейчас попробуем проимпулировать. В другую сторону. Вдохни, выдыхай. Вдыхни, выдыхай. Все манипуляции выполняются максимально аккуратно, поэтому волноваться не стоит. А что дает вот такое расслабление и вот эта манипуляция? Ну, как правило, это расслабляются мышцы, связки и межсуставной блок, который, как правило, вызывает и болевой синдром. Спазмированная мышца, от чего она возникает? Скорее всего, от перенапряжения или от большой нагрузки? Статическая нагрузка, как правило. Мышца спазмируется, на нее идет большая нагрузка и образуется триггерная зона, которую надо расслабить. Продолжение следует... В осень-зима ко мне чаще всего обращаются пациенты. А вообще мануальная терапия, это мануальная, это значит руками? Руками, да. В чем ее преимущество перед тем же медикаментозным лечением? Вот вы, доктор с медицинским образованием, много разных дополнительных обучений прошли, и все равно для себя выбираете именно мануальную терапию, как, скажем так, любимое дело? Ну, в первую очередь, есть множество пациентов, которым противопоказаны длительный прием лекарственных препаратов. И если данные методики могут облегчить пациенту боль, почему бы этим не воспользоваться? Вопрос теперь такой. Если запущенная ситуация, можно ли ее с помощью мануальной терапии все-таки вывести на состояние ремиссии? Ну, ко мне тоже обращаются пациенты с острым болевым синдромом. Как правило, уже я ему назначаю лабораторный, либо инструментальный метод исследования, МРТ, анализ крови. И после исследования уже можно будет понять, потому что в некоторых случаях все-таки можно использовать некоторые лекарственные препараты, чтобы снять острый болевой синдром. А вообще, если запускать боли в спине, может ли это чем-то, кроме дискомфорта, обернуться более серьезным? Вот от обычной съедячей работы даже, если запустить этот дискомфорт и не ходить к врачу. Ну, все равно же лучше, когда не болит. Можно сказать так, что тут больше вызывает дискомфорт в плане работоспособности человека. И боль, как правило, лучше с ней, конечно, бороться. Как вообще вы выбрали свое предназначение? Допустим, поступили в метод одно. Почему именно в эту стезию пошли? Ну, как правило, тут сразу видно уже эффект от лечения. То есть, пациент уже через несколько сеансов уже чувствует видимое облегчение. Ну, и в эту сторону я как раз и направлялся. Довольно молодой возраст для врача, но в то же время уже многие в Рязани о вас знают, слышали. В чем ваш секрет? Ну, хочется отметить, что первое время я работал в термологическом пункте. И за пять лет там работы я принял уже, можно сказать, больше пяти тысяч пациентов. Вот. И этот опыт как-то, ну, люди знают и обращаются в дальнейшем. А постоянное развитие вообще не надоедает? Понятное дело, что медицина – это призвание, но все равно. Так называемое профессиональное выгорание, которое свойственно любой профессии. Вот как у вас с ним дела обстоят? Ну, если заниматься любым делом, я думаю, профессионального выгорания не грозит. Есть ли какие-то, ну, про ваши, наверное, профессиональные планы хотелось бы поговорить? Есть ли какие-то наметки, цели? Куда дальше двигаться будете в ближайшем времени? Ну, всегда есть куда развиваться, потому что помимо мануальной терапии сейчас на данный момент я занимаюсь еще и хирургией суставов. На самом деле это все тоже очень смежно, потому что даже послеоперационный период, самый основной после операции, и даже в этих случаях я иногда использую свои методики. Еще о мануальной терапии хотелось бы спросить. Понятное дело, что, наверное, самая распространенная жалоба – это боли в спине или вот смежные, как вы говорили, там, голова болит от спины, грудь ломит, как сердечные боли люди воспринимают. Что еще можно с помощью мануальной терапии скорректировать? Какие еще жалобы? Ну, так как еще основная моя специальность – травматолог-ортопед, все-таки еще и в некоторых случаях можно использовать данные методики в качестве коррекции некоторых ортопедических заболеваний. Как правило, это, ну, на ранних стадиях. Сколиозы, допустим, те же, хотя бы, чтобы его в дальнейшем не запустить в вторую, третью степень. То есть остановить вот эту вот прогрессию, да? Да. Вот. Ну, хочется чаще всего отметить, чем мне еще привлекает эта специальность, тем, что чаще пациенты занимаются самолечением. И, допустим, при той же головной боли пациенты чаще всего пользуются обезболивающими препаратами, горстями их пьют. На некоторое время это помогает, конечно, но все-таки все мы знаем, что от них есть и побочные эффекты. Плюс причину это никак не устраняет. Да, да, да. Поэтому лучше всего, конечно, обратиться к профильному специалисту, не затягивать с болезнями, и все будет хорошо. На этой прекрасной ноте предлагаю завершить нашу беседу. Еще раз напомним вам о том, что лучше вылечить саму болезнь, чем потом бороться с ее последствиями. Спасибо, Нурлан. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!